здесь глаза и вот то что сделано на контрасте то нарезка и вот эта стихотворная такая форма представление да здесь он продуман этот шоурил он не спонтанно сделан действительно продуман это работа действительно работа не просто представление себя как бы да а здесь опять же существует некая интрига здесь есть развязка кульминации все прочее то есть это вот такой если мы говорим там и тут не тут то это уже мини кинофильм когда человек работал и здесь видна серьезная работа хорошо снято можно конечно добавить здесь еще больше вы правы совершенно верно здесь можно и ракурсы добавить поиграть ракурсами но нет но это я я дилетант планет поэтому я просто говорю что можно было бы еще по-другому а восприятие очень интересное она захватывает интригует есть какая-то вот эта степень мистификации она притягивает она манит просто про восприятие да я хочу понимать что вы как на вас действие потому что про технические вещи я вам все объясню скажем да безусловно внутренняя работа внутренние монологи это все замечательно но я бы расширила бы скажем все равно куда больше однотипный для меня персонаж то есть я бы еще расширила его может быть он действительно именно вот для таких ролей возможно вот но мне кажется можно было бы еще чем-то так хорошо дальше врачновато мистичная у тебя что основное ну расширить более широкую палитру мне понравилось актер выбрал свое амплуа явится четко в этом направлении безусловно завораживает то есть хочется увидеть что будет дальше где-то чувствуется душевная интрига то есть какие-то мурашечки определенные похоже полетают в целом грамотно и и режиссер который будет подыскивать себе в этом скажем битваже актера ему брать их предусловно ну прекрасно ну ведь у меня подводи после всего сказанного ну а что ну ты был первый диктор то что лично как бы это меня задело то есть то что он сам по себе играет такого персонажа как бы ну он немножко отрешенный от окружающих он как бы это больше сам себе и да он мистифицирует себя его то есть не прямой а отчета там вот есть в нем такого интересного что заставляет просто смотреть и блин а чем он цепляет ну то есть вот так вот так не более локации тебя что-то что-то манит но ты так и не смог определиться что именно давайте я веду итог значит здесь здесь две вещи это абсолютно самостоятельный пластический этюд который продуман заранее написан репетирован сыгран видно что режиссура там присутствует хорошее да и в общем-то оператор работал то есть это подготовленная работа на том материале который был собственно говоря у Юрия ему повезло у него был замечательный фильм где он сыграл немецкого офицера мы видим его качество как актерские так и лингвистические он перевожу это еще немецкий он владеет двумя языками он это уже показал он создал образ достаточно в коротком фрагменте мы видим какой-то офицер мы видим что с одной стороны он конечно же следует правилам он брезгливо относится к русским поскольку они бухают сильный нос видите как он это говорит пол ноги он не педалирует видим как он образ этот на достаточно короткой дистанции очень точно и без затрат это это главное вот видите что актер не тратится он тратится но вам кажется что так легко это значит очень правильно попал это вот оно покатило вот и кажется знаете как любой профессионал когда вы смотрите на самом деле это года тренировок это так точно попасть чтобы выглядело легко ненатужно вот оно так шло само это значит он нашел все правильно и сделал правильно по поводу мрачности совершенно справедливо заметил что он выбрал свое ампло и он это правильно он знает где он силен и я вас призываю выберите ампло где мы сильны продемонстрируйте эти качества дальше мы уже будем говорить а сможет ли он сыграть например какого-нибудь номенклатурного деятеля советского а почему нет если у него будет там двойное дно если он и такой и такой почему нет давайте здесь он играл вот так перевернем он будет в обратную сторону играть и другую сторону умеет делать пожалуйста мы его просто немножко перевернем какая разница в какой костюм его одеть он может быть холодным может быть вспыльчивым может быть таким мы видим палитным лишнего мне кажется здесь история с доской который ни о чем нам не говорит о том что он только может быть спокойным и отрешенным но после вот этого второго включения с бокалом спиной мне бы хотелось наверное сразу к социалке переходить потому что в социалке он ярче ну он там это лишний кусок он он ничего такого нам не дает он немножко как бы заставляет смотреть потому что что-то дальше там есть это бежит вот синяя я вижу что там еще осталось я бы в принципе после немца его уже выключил сказал бы отлично потому что он вначале поставил очень яркую историю и он добился цели потому что он показал какой он артист он сделал этюд пластический с этим бокалом монтажно он зачем-то себе помогал но это уже режиссур это не к нему это вот режиссер который это шоулин создавал он придумал интерьер свет позу на рук налокотники эти бокал вина он такой бухгалтер эстет какая-то странная печатная машинка или какие-то весы медицинские вот это эти занавески то есть там в принципе его поместили в какой-то антураж в котором он выглядит тоже несколько мистическим персонажем он и не тот и не другой и не третий он некто читающий текст причем достаточно противным как мне показалось сначала волосом потом ты понимаешь что это его ноу-хау то есть сначала он вызывает какую-то резкую отражение вот эти нотки а потом ты понимаешь что без этих ноток не будет персонажа потому что именно эти нотки нужны вот этому мерзкому дядьке который стоит там да замечательно без него совершенно ничего не будет оно все к одному складывается и если вырезать эту штуку с доской то как раз формат будет поплотней и эта история которую приносить можно собственно говоря режиссерам и они несомненно будут по крайней мере если это крупный проект на финальный кастинг сразу звать потому что уже в костюме с партнером посмотреть ну то есть там когда речь идет о бюджете под миллион долларов за серию да там никто на слово не верит там там не таких еще актеров пробовать будут снимать сцену да смотреть показывать главным там вот на канале чтобы они утверждали все равно без этого никуда в проектах попроще даже пробовать не будут просто заберут костюм грим так фотографии утвердить образ такой да и все потому что этого больше более чем достаточно для таких средних проектов я имею ввиду топ-проект первого канала каких-нибудь там типа ликвидации там они будут делать проба но это нормально это вот ну в кинопроизводстве когда ты берешь костяк и хочешь посмотреть как работает костюмер и художник по костюму как работает гример и художник по гриму как работает твой оператор в локации там есть деньги на запуск там есть там будут встречи читки пробы многочисленные разных сцен попробовать пластический как сочетаются эти актеры значит в сложной сцене которая статична в динамической сцене где там эмоции нужно как-то проявлять и так далее смотрят сочетание как они вообще вместе существуют красивые подходит и так далее все равно будут вызывать но это это дорого это дорого и это правильно но это дорого поэтому если если бюджет большой и хороший конкуренцию вас будет выше потому что вас будут пробовать уже как будто снимают но все равно там будет получаться уже кадр из настоящей картины если он подходит тут уже знаете как вот вам выдали шанс вот 9 из 10 ваши берите вот сыграли уже все как бы да вот тут только от вас зависит вот так вы сочетаете понравились вы режиссеру не понравились тут уже никто не поможет сами но к этому